Дорогие друзья, нас свела в этот вечер не только первая проблась весенней природы, а главным образом тени Павлиса Викторовича Шердина. Она объединила нас, вспомнила очарование, которое она принесла в себе, и вновь возродила его в весенние праздничные дни и пришел в присутствие милых людей. Я, да, у Бориса Викторовича известен уже много, почти все. Но я скажу пару слов, поскольку по праву милого друга, я имею право так сказать, и почти ровесника, и замилократа. Здесь вот он когда-то в таборной такой комнате жил, ходил, когда я был, они были вдвоем. Ну и сейчас это уже таборная комната, и едва ли что осталось. От летнего полуоцикана, скажем так, единые коридоры, запах кошек и довольно не сладкие ароматы. Все было. Но вон человек был исключительный. Я от него никогда не слыхал, хотя я дружил с ним ряд лет. Да, и вот он однажды, чтобы не очень уж пробирать хвостерсон своим другом, он, прощаясь со мною, последний раз, когда я придем, жил в Москве, я был в Ашангельске, он мне подарил книгу с надписью. Вы, как говоришь, пришли в мой дом, как без сна, благоухранная, живоносная. Вот это его слова. Это одно из родителей, что я говорю. Так вот, я говорю о том, что и я могу что-то, имея моральное право, восстановить в памяти. Для того, чтобы таким образом предотвратить. Так вот, он был живык, повторяю, необыкновенный. Живя в комнатке, она была большая, многолюдная, как всегда кухонная, как всегда сладливая, крепливая и прочее. И чего я там наслушался, да, впервые наслушался таких видитов, таких своих, значит, обравлений, неудобно передать, а хотелось бы передать. Ой, ну же не национальные люди. Хотя ведь, я не уверен, что до конца это было бы. Но национальные люди точно. Так вот, здесь у него часто гостили и от меня жили огоньки, например, где-то где-то здесь, что я бы, я бы, скажу, как люди насмирал, но именем... Восьмин был Раис Пальчимэль Леоновым, известный, смешник. Весный художник. Сейчас я, восьмином, ну, Творский, И он иллюстрировал его произведения и в цельном, и в отдельных эскизах. У него, кстати, был громадный архив. Причем архив, как я вам сказал, уже неповторимо уникальных вещей. И здесь так были изображены, например, старушка, задушившая сынка или доченька в церкви. И такая их уходка. Вот так он поставит ножки, так, чтобы найдет душку. У шеверянина просто пронзает душу, пронзает душу. Когда он и доводил в одном месте маленького немца, играющего с олененком. А воененок-то, воененок-то, вдруг довольно быстро, и другая, и он так, вот он вспотел, тот взгляд, он так посмотрел. Вот, понимаете, так посмотрел, а то он еще не плачет, но он уже на грани, горе и слезы впереди, большее, большее. Это было, вот, я чувствую, очень прозрительно, это, возможно, тому, как, возможно, я укрызываю слово Ивана Тармазова. Срединка ребенка. Здесь федерация, где стоит срединки ребенка. Вот такая эмоциональная сила, что он делает здесь, это музыка, это выше музыки, это что-то невестное, это какая-то песня ангела, которая опустилась, окуталась, и ты чувствуешь себя иначе настроен в другом мире и другим человеком. И, по какой-то случайность, то снова повердень остановился, и, ну, я могу рассказывать, это очень много, я не хочу, о, это, я уверяю, я, скажу только, по-моему, мнение, сербинар, он сам, выговаривал Шерги, ага, особенно, ну, он, символ жизни, я, указано, в eins, он устроит велосипедов. Но я посмотрел на его северо-словную, его очень глубокое, олимпиозное, и все идут, как на позвол, для разного рода священников. И причем, кстати, самый начальник, разоначальник, помогим-то естественным, разоначальник был созданен изборщик возраста у ребенка второй. И вот он, влюбившись в будущую мать, принявшись в христианство, стал рьяным христианином, и вот начал ленивать. Это очень документально, это я правду говорю, но она вполне законно подвигается сомнению, Хочу, чтобы мне один следует, я не помню, что он там заводит, или затеет, или затеет. Я не помню, это просто, есть слово шерга, шерга. Где такое слово, в каких грамотах оно написано? На севере, по крайней мере, я не встречал. Вот, друзья, не воправдание себе, говорю, я просто золобавый. Ну, и последнее, что я скажу, сейчас Бориса Викторовича ценят, как наставника. Это главная, вот она, главная цель, наставник нации, наставник села, наставник виски. А вот, когда я его спросил, он мне сказал, я ведь никого не уберзаю, я только рассказываю. Понятен, вот здесь философская миссия, это перекличка Пушкина, не Миша. Пушкин говорил, художник есть художник, наставник есть наставник. Сияния между ними нет, кроме невольного. Так вот, я это пример, потому что, если так говорить на чистоту, наставник, 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 часто высокое слово, высокое понятие. Оно между тем настанет в двух концах. Сколько тысяч людей вот так меняют количество своих жизней. Мы с вами на данные все то, что Липа не умела, а не способна, а вот по неразуму быть наставником надо же узнать на какой путь высоте. Сколько сложностей, радости, горячей, убийц, измен, их стоит на пути, что вовсе ведешь, хотя казалось бы впереди моя счастье. А ведь даже Руковский сказал, что в жизни есть много интересного и кроме счастья. Знаете, что вот я повторю, пусть не будет по счастью, Пушкин в конце жизни был счастливейшим человеком, имели самую красивую женщину, мировую небесную славу. Ну, я не знаю, окружен, окружен, всяческими земными, поческими славы и почвами. Всеми природными славы. Вон там вложение такое, знаете, написано. На свете счастья нет. А взамен счастья, самое высокое, до чего можно распознаться, то есть спокой и воля. А? И воля. Покой и воля. Покой и воля. Покой и воля. То есть, а между прочим, это глядно, с почвы. И воля. Сейчас у нас еще хоть должен быть. А? Еще хоть должен быть. Ничего не. И чего? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Тевчатки. Ну, заканчивайся. Уже заканчивайся. А, ну, я все в том. Я и в восседе я скажу. Я вот и говорю о восседе, вот о настоящем. У нас сейчас его... Гориса? 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 О! Я ей давай скорее виси. А мне-то вот он сказал, говорит, что если ты, если перевеси, так, если ты наставник, то почему ты пришел? Если ты богат, то почему ты проповедешь? Не своим делом. Это сама по себе... Это железная параллель, она существует. Хоть и мы или нет. Мы придумываем в разного рода вестиного не тайну, а железная такая каркас остается в данном случае. Вот почему... Вот и для Пушкина в данном случае говорялся. Вот. Цель художника не отошла Пушкина. Не нравственная научка, а идеал. А что такое идеал? Идеал — это огонь, прорубленный в душе. И как вообще талант, всякий талант — это прорубленная риска в душе. Когда огонь по сердцу побежал, тогда никакое наставление не будет иметь силы. Вот тогда мне, чтобы убийственность тут... Он такой вот высшим, приподнятый, обуговоренный человек, не... Уже не просто не может... В любых условиях не может поступить унидивших вот ту сферу, какую она... Сферу ангелов... Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ У нас кто-то хочет еще видеть... Елена Андреевна, вы хотите сказать пару слов? Да. Абиблия.